Иисус 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 Вы знаете, как говорится Когда ты приходишь, то свежий взгляд Он всегда видит лучше Чем когда ты находишься там И уже, кажется, привык ко всему Поэтому Быть гостем и быть хозяином Это не одно и то же Я думаю, что вы все бывали в гостях, да? Кто любит ходить в гости? Ну, как по этой вот То ходит в гости по утрам То мы не по утрам, мы по вечерам Вообще в гости хорошо ходить Как говорят, в гостях хорошо Но ты в гостях И когда ты приходишь Ты понимаешь Что тебе нужно себя вести соответственно Чтобы вам было понятно Я хочу приземлить Еще эти категории Я думаю, что вы переживали в своей жизни момент Когда вы Женились И выходили замуж Кто-то это делал? Слава Богу А кто-то собирается это сделать? Смотрите, смотрите Парни и девчонки Кто-то собирается это сделать? И вот когда мы женимся Выходим замуж Конечно, лучше исполнит Писание Оставит Отца и мать Прилепится к своей жене И будут двое-одна плоть Но не всегда получается В таком идеальном варианте Иногда ты оказываешься в более стесненных обстоятельствах Либо у тех родителей Либо у других родителей И вот когда муж приводит жену К себе домой К родителям Как себя чувствует Супруга На этой территории Она заходит И говорит Наконец-то я буду хозяйкой На всем Готовеньком Нет Она чувствует себя Немного скована на кухне Потому что обычно говорят Вот это должно там стоять Вот это Вот для этого Это для этого А вот это для этого А Опыта-то у наших Молодых жен Не так много Я вспоминаю Когда я поженился Мы, слава Богу Жили не с родителями Но в родительской квартире И у каждой женщины Есть свои Небольшие Слабости Вот моя жена Она Вы не рассказываете Да, хорошо Это я вам только рассказываю В Тагиле я это, наверное, рассказываю Женя, молчи Моя жена Любит по утрам Поспать Ну, она Понимаете Сова А я Да, я Жаворонок Поэтому я люблю Утром Вставать рано А для нее Это убийственно И вот Когда Дети Начали Рождаться Она Уведет их В садик И это Время Когда Меня дома нет И детей нет Кто-то меня понимает Да Женщина Вы понимаете Да Это состояние Блаженства И обычно В этот момент Кроме того Что есть Возможность Отдохнуть Надо же еще Что-то делать И моя жена Обычно Ставила кастрюлю На плиту Включала Обычно На маленький огонь Ну, чтобы Подольше поспать Вы понимаете Да И установку Давала Через полчаса Надо проснуться И вот Не раз Она просыпалась С большим Опозданием То есть Вы понимаете Что уже там было Однажды Я прихожу Домой Все окна Открыты Двери Открыты Я говорю Что случилось Она говорит Иди посмотри Я захожу на кухню Почти кастрюля Расплавилась Она говорит Представляешь Я легла Думаю Чуть-чуть Посплю Один глаз спит Другой бодрствует А вот Как назло Заснул и второй И заснул Так серьезно Я говорю Когда проснулась Первая мысль Кастрюля Я открываю дверь Смотрю А там стена Из дыма Она говорит Я понимаю Все Катастрофа Залетаю А на Плитке Огонь Из кастрюли Уже идет Все в дыму И самое Что Печальное Или страшное Я вам говорил Это Эту Поговорку Выключать Телефоны Потому что Дьявол не спит И не дремлет И ищет Кому позвонить Поэтому Бодрствуй Не давай Место дьяволу Наживать кнопки В твоем Телефоне В самый Неподходящий Момент Как раз Кто-то И позвонит Поэтому Бодрствуйте И вот Эта кастрюля Еще оказалась Наших Родственников Мы вдвоем Жили У нас Еще Не было Богатства Не нажили И поэтому Они на работе Она в их кастрюлях Еще что-то готовила И вот Эта кастрюля Не просто Закоптилась Она почти Расплавилась И ты понимаешь Что Здесь Ты не хозяин Если б хозяин был Ну взял там И выкинул А Здесь Ты Вроде бы Ты на своей Жилплощади Но не хозяин Я думаю Меня кто-то Понимает О чем идет Речь И вот Когда ты Живешь У кого-то Ты понимаешь Ты Вроде бы Принят В родство Тебя вроде С объятиями Приняли Но ты все-таки Понимаешь Чувствуй себя Как дома Но не забывай Что ты в гостях И вот это состояние А помнишь Состояние Когда Вы Съезжали На свою Жилплощадь Либо Снимали Но хотя Это тоже Вариант Не из лучших Когда ты Снимаешь Ты понимаешь В любой момент Придет Хозяин И Передвигать Что-то Я помню Мы с женой Также снимали Одну квартиру Там жили Немцы Они эмигрировали В Германию И у нас Закралась Мысль Что раз Они уехали В Германию То Квартира Потихонечку Перейдет К нам Ну не в плане Что не подарят Но мы потихоньку Выплатим И в общем-то Где-то так Мы и договорились Но уезжая Хозяйка сказала Только прошу Об одном Никаких стен Не ломать И не передвигать Потому что Мой сын Едет в Германию Но ему не очень Хочется ехать Возможно Он вернется Вот все это время Мы молились Об одном Вы поняли О чем Да? И с верой Мы сломали Стенку Потому что Это была Хрущевка Кто-то помнит Да? Это Такой пенал Кухня-пенал Куда я один Заходил И все Все остальные Брали и кушали Где-то по комнатам Кто-то знает Такие вот есть Хрущевки Они называются Да? Это ужас Хрущев И вот мы снесли Стенку Увеличили Вместе с залом Было так классно Уже ремонт сделали И звонок С Германии Вы там Ничего не переломали? Ну и я говорю Ну, ну Как сказать Чуть-чуть Мы целую стену Снесли Она говорит Мой сын Возвращается Поэтому вам Придется Освободить Квартиру А у меня Двое детей Жена беременная На последнем месяце Вот-вот родит Она чуть не родила После этого звонка Меня как раз Дома не было Мы вложили Деньги в ремонт И мы поняли Что попали И вот они Возвращаются Заходят И хватаются За голову О чем я говорю Ты не хозяин Ты В гостях В любой момент Приходит Хозяин И он может Диктовать Свои условия И если ты делаешь Что-то Как тебе хочется Ты встречаешься С хозяином Но Когда приходит Чудо В жизни И ты получаешь Свое жилье Я не знаю Получаешь Покупаешь Дарят Чудо происходит Какое-то Незабываемое чувство Я помню После этого Там Бог Сделал чудо Это верующая семья Все-таки была И они нам Все-таки Выплатили деньги За ремонт Это было чудо Они все-таки Нам заплатили И мы смогли Еще Бог благословил Купить квартиру И вот когда мы Купили свою квартиру Мы зашли туда И моя жена сказала Выносим Выламываем Все Она уже почувствовала Себя Хозяйкой Я говорю Может быть Хоть Постепенно Будем выламывать Она говорит Нет Все за раз Я помню Батареи вырвали Двери все сорвали Все сняли Одни голые стены Я говорю Что дальше Ремонт будем делать Я прикинул В уме Столбиком Сколько мне надо И еще нужно было Столько Сколько стоила квартира Я до сих пор думаю Вот не было рядом Мудрых людей Которые бы сказали Павел Генрихович Не Гони Купи еще одну квартиру И будешь счастлив Даже в таком А потом Выросли цены Все повырастало Я мог бы себе Знаете Ну Мы Мы В свое Вошли Свою И уже Жена Творила Делала И никто не приходит И не говорит Почему здесь сломали А почему это здесь стоит Хотя Родители Часто Пытаются Все-таки Приходя уже На нашу территорию Пытаться Выглядеть Хозяевами Кто Кто Меня Понимает Они Заходят Особенно Когда Что-то Подарят Они К этому Подарку Трос Привязывают Не веревочку А трос И к себе Домой И Подергивают За него А потом Приходят И говорят А где Наш Подарок Мы же Вам Шторы Подарили Прямо Вот В зал Повесить А ты Их Повесил Где-то Там Потому Что они В зал Вообще Никаким Боком Не подходят Ни По Рассветке Ни По Цвету Уж Иные Свои Понимания А еще Бывает Такое Подарили А ты Его Не знаешь Куда И ты Его Передарил Кто-то Меня Понимает Это Вообще Катастрофа Очередной Раз Приходят Родители И Слав Вопрос А где Врать Нельзя Христианин Правду Сказать У мамы Инфаркт Будет И ты Начинаешь Ну Ну Понимаешь Вот Мы Молились Примеряли Не Подходило Бог Нам Сказал Мы Передарили И тут Истерик Как Вы Могли Это Это Подарок Я Помню Моя Мама Буквально Пол Месяца Назад Я Свою Маму Проводил Вечность У меня Папа Уже Давно Ушел Вечность И Вот У меня Мама Ушла Вечность Я Я Помню Когда Она Еще Ходила Вот Она Приезжает К нам В квартиру В нашу Мы Там Хозяева Она Заходит На Кухню А у нас У меня Жена Творческий Человек Она Готовит Очень Вкусно И у Ней Всегда Много Всяких Приспособлений Аппаратов Я помню С Германии Привезли Оттуда Привезли Такие Деньги Бухали Я говорю Так Можно И так Ну Поддедовский Раз Помешалось Нет Это Не то А тут Нажал Кнопку Оно Так Помешалось Ну Здесь Уже Спорить С женой Бесполезно Мы Привозили И вот У меня Этот Аппарат Этот Аппарат Другой Аппарат Мама Заходит Ну Зачем Это Все Вам Мы Всю жизнь Прожили Без Этого Я Говорю Мама Ты Здесь Не Хозяйка Ты В Гостях Не Забывай Ну Вот Так Не Слушайте Но Мы Знаем Мы Хозяева В Этом Доме Теперь Ты Понимаешь Чем Отличается Гость От Хозяина У Гостей Может Быть Много Идей Ну Попробуй С ними Сунься Тебе Быстро Укажут Место Ну Много же Есть Пословиц Я помню Когда Готовил Проповедь Я пошел И думаю А вообще Что говорят Народная Мудрость В этом Плане И вот Я нашел Некоторые Пословицы Я хочу Вам Их Зачитать О Гостях Бог Велится Всеми Знаться Дай Бог Гостя Доброго Да Неразборчивого Это Как-то Ближе Да Не Гуляла Не Жаловала Ни На Рождество Ни В Масленицу А Привел Бог В Великий Пост Ну Вот Это Самое Подходящее Пришел В гости В Посте У Нас Пост Так Что Наслаждайтесь Дорогие Гости А Вот Эта Пословица Она Интересна Я до Сих пор Не знаю Почему Так Но Может Кто-то Из вас Знает Первому Гостю Первое Место И Красная Ложка Что-то С ложкой Связано С Красной Дальше О гостях Которые Желанны Согласитесь Есть Гости Желанные Званые А есть Гости Незваные Ну Как говорят А мы Возьмем Да и Припремся И вот Есть Такие Гости И Когда Они Приперлись Ты Открыл Дверь Я не знаю Было ли В вашей Жизни Такое Когда Ты Приходишь Дверь Открывается И ты На лице Читаешь Он Ничего Не Говорит Хозяин Но ты На лице Читаешь Че Приперся Он Просто Такие Глаза Делает У него Сразу Морщина На лбу И Вот Пословицы О гостях Которые Желанны Нежданный Гость Лучше Жданных Двух Желанный Гость Зову Не Ждет Будь Как У себя Дома Ну Дальше Вы Знаете Кто Сидел На Печи Тот Уже Не Гость А Свой Я думаю Сейчас В наше Время Мы Счастливы У нас Нет Печей Поэтому Уже Нет Вот Этого Харизматического Гостеприимства Пришел В гости Говорит Слушай Че-то Так Пить Хочется И Перекусить Не Против И Даже Отдохнуть Негде И Ты Понимаешь Он Тактично Навязался Поэтому Печки Нет И Последнее Хорош Гость Коли Редко Ходит Кто-то Понимает Но Есть Другие Пословицы О гостях Которые Нежеланно Или Наскучили Гость Хозяину Не Укащик Среда До Пятница В чужом Дому Не Укащица Незваный Гость Ничего Личного Хуже Татарина Я Помню Когда Это Пословица Звучало Представители Этой Диаспоры Возмутились И Сказали Почему Тогда Они Ее Переделали И Сказали Незваный Гость Лучше Татарина Я Думаю Хрен Редки Неслаще Званый Гость А Незваный Пес Гость Не Кость За дверь Не Выкинешь Но Но Есть Такая Популярная Очень Пословица Пора Гостям И Честь Знать Или Все уже Христиане Придумали Свою Пословицу Вы Уходите Слава Богу Или Остаетесь Не Дай Бог Поэтому Как Говорится В Гостях Хорошо Но Дома Лучше Конечно Если У тебя Дом Это Эдем Это Территория Где Есть Наслаждение Я Сегодня Не Беру Исключение Когда Не Хочется Идти Домой Потому Что Там Жена Пантера Там Дети Тебя Спиногрызы И Ты Сидишь На Рыбалке Это Единственное Место Где Тебя Не Грызут А Кто На Горных Лыжах Хоть Там Тебя Никто Не Догоняет Я Не Об Это Говорю Мне Всегда Приятно Возвращаться Под крышу Дома Своего Потому Что Я Знаю Там Ждет Меня Жена Там Ждут Меня Дети У нас Сейчас Маленькая Девочка Доченька Ей Ей Буквально Три С Половиной Года Ему Сейчас Женой Уезжали В Миссионерскую Поездку Поездки У нас Не Было Две Недели И Она Плакала По Утрам Потому Что По Утрам Я Всегда Отвозил В садик И Вот Когда Ее Сестренка Поднимала Говорит Надо В садик Она Папу Надо Папу Надо Когда Мы Вернулись Она Увидела Схватила Меня За лицо Папочка Папочка Знаете За это Много Можно Отдать Когда Ты Возвращаешься Не Выглядывает Из Комнаты А Вернулся Ты Понимаешь Тебя Никто Не Ждал Поэтому В Гостях Хорошо Но Дома Лучше Я Подхожу К Очень Важной Мысли Иисус Он Гость В твоем Доме Или Хозяин Это Не сосед Будет Отвечать На этот Вопрос На этот Вопрос Каждый Из нас Должен Дать Себе Ответ Кто Он Вы Знаете Иисус Не Хочет Согласиться С Позиции Гостя Иисус Заглядывай Только Пожалуйста Ничего Не трогай Знаете Как иногда Бывает Приходят В гости И говорят Не 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 трогай И ты Понимаешь Лучше Не 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 Приходить К Нам В гости По Воскресеньям Вы Со Мной Даже Священное Писание Смотрите Что Говорит Давайте Мы Прочитаем Место Священного Писания Это Притчи И 25 глава, 17 стих. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Новый перевод говорится, пореже ходи в дом друга. Даже Писание говорит о том, что когда мы гости, у нас своя позиция. Мы не должны командовать, мы не должны учащать, мы должны быть мудрыми, потому что мы в гостях. И может многое, что нас не устраивает, и мы бы хотели поменять, но мы понимаем, я не у себя дома, я в гостях. Поэтому Иисус Христос, Он отказывается просто приходить к тебе в гости. Вы знаете, Он хочет вселиться и жить в нас. Аминь. И Он хочет вселиться не один. Помните, Он сказал, я иду к Отцу. И я приду и вселюсь в вас. И Отец, и Сын, и Святой Дух хочет жить в нашем доме. Давайте мы откроем еще место Священное Писание. Это Евреям, 3 глава. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника, первосвященника исповедания вашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей, во всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельства того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме Его. Дом же Его мы. И если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Дом Его мы. Дом Его я. Скажи сам себе, я дом Божий. Я сказал, не надо ближним заглядывать. А, не, 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 у тебя Иисус в гостях. Давайте разберемся. Он в гостях у нас или Он хозяин нашего дома, нашего сердца, нашей жизни. Является ли Он хозяином? А мы увидели, что позиция гостя и позиция хозяина отличаются. И по сути, и по содержанию. Поэтому Иисус говорит, что Он устрояет дом. Согласитесь, хозяин, хозяйка, это те, кто создают свой микроклимат на своей территории, в своем доме, в своей семье. Я думаю, вы переживали. Иногда приходишь в дом кому-то, в квартиру, где они живут, и там атмосфера свободы, любви, мира. Ты пришел, тебе так хорошо, аж не хочется уходить. Я думаю, вы слышали, может, сами произносили эту фразу. Я чувствую себя, как дома. Потому что атмосфера, кто ее создал? Не соседи, не мама с папой. Атмосферу создают хозяева. Аминь. И бывает, попадаешь в дом, и такое ощущение, как будто кислород откачали с этой территории, и топор висит. И ты понимаешь, аж дышать трудно. И ты быстро-быстро доел котлету, которая где-то даже здесь стала, и бежать оттуда. Кто создает эту атмосферу? Хозяин. Поэтому, когда мы пригласили Иисуса в свою жизнь, мы должны определить, кто Он в нашем доме. Гость или хозяин? Господь не желает просто приходить в гости. И вот Священное Писание говорит, давайте мы посмотрим, как это происходило, когда Иисус пришел на эту землю. Матфея 21, 33. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес ограду, выкопал точило, построил башню, и отдав его виноградарям, отлучился. А у них крыша поехала. Они вдруг возомнили, что это их, и начали творить, что хотят. Но прошло время, пришел хозяин. Марка 13, 35. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером, в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими. Бодрствуйте, ибо хозяин дома придет. Поэтому нам необходимо осознать эту простую, но важную истину. Иисус – хозяин нашего дома. Он – хозяин нашей судьбы, нашей жизни. Если это так, то мы должны предоставить Ему нашу жизнь. Когда Иисус пришел, то фарисеи и все представители религиозной знати и даже бесы, они не понимали, почему Он так действует. Матфея, 8 глава, 28 стих. «И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас». Иисус пришел на эту землю. И когда Он вошел в свое служение и начал служить людям, первое, что пережили, или первые, кто пережил шок, это были бесы, дьявол. Они задавали один вопрос. «Какое право Ты имеешь так поступать? Кто Тебе дал власть? Зачем Ты раньше времени пришел, чтобы разбираться с нами?» Дьявол думал, что Иисус Христос пришел на эту землю в гости. Ну, турист. так посмотреть, как поживают земляне, россияне. Пришел посмотреть на ситуацию, но Иисус не пришел на эту землю как гость. Он пришел как хозяин. И вот этого дьявол не мог понять. но Иисус родился естественным путем. И Он имел власть на этой земле навести порядок. Дьявол этого не мог понять. Он говорит, у тебя будет время. Да, мы понимаем, однажды все будет принадлежать тебе, но сейчас какое право ты имеешь так действовать? Иисус сказал, полное право. Я не в гости пришел попить чай или кофейку утром. Я пришел сюда как хозяин. Мы читаем другую историю, где Иисус проявляет власть. Евангелие от Иоанна 2 глава и мы читаем с 13 стиха. Иоанна 2 13 Приближалась Пасха Иудейская. Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец, голубей. Сидели миновщики денег, сделав бич, из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, волов, деньги у миновщиков рассыпал, столы опрокинул и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дом отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики вспомнили, что написано ревность под домом Твоем снедает меня. Иисус пришел в Иерусалим. И я думаю, мы все понимаем, Иерусалим и главным действующим лицом в этом городе был храм. И можно было видеть в храме, как в миниатюре, что происходит в городе. И когда он пришел в храм, он увидел, там продают животных, меняют деньги, там уже базар, там уже торговля, там нет молитв, там нет служений, там нет того, что Бог определил в храме. Никто не ищет его лица, его присутствие. Иисус сделал бич. Знаете почему? Потому что он не был туристом. Он не пришел посмотреть, как живут в Иерусалиме и как живут в храме. Он пришел как хозяин, чтобы навести порядок. Он взял бич и начал выгонять продающих, покупающих. Столы опрокинул, всех выгнал, и заявил дом мой. Вы слышите? Другими словами он сказал я хозяин в этом доме. И я не позволю, чтобы этот дом превратился в вертеп разбойников. Я не позволю, чтобы в этом доме люди творили, реализовывая свои мечты, свои амбиции, свои планы, свою гордость питали. Дом мой не для этого. Он для встречи человека со мной. И там написано, к нему приступили больные, хромые, и он всех исцелил их. Друзья мои, Господь ревнует о своем доме. Я скажу больше. Бог ревнует о доме твоем как о своем. Потому что он сказал, вы мой народ. Я избрал вас. Я вселюсь в вас. Буду жить, ходить и действовать через вас. Друзья, Иисус не пришел как гость. Он не желает просто посидеть на кухне. Туда не ходи. Господь, этот шкаф не надо трогать. Там столько скелетов. Туда тоже не заходи. Я сам уже в эту комнату не захожу давно. Я ее запечатал. Там у меня обиды, там непрощения, там много что. Пожалуйста, не трогай. Как говорят, не трогай, не воняет. Я запечатал. Иисус говорит, нет, 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 нет. Я хочу навести порядок. Вы знаете, если мы говорим, что Иисус хозяин в моем доме, значит, что он сделает? Он возьмет бич. Он выгонит все, что ему не нравится. Он наведет порядок. Поэтому, когда мы решаем, что Иисус хозяин в моей жизни, приготовься. Бог наведет генеральную уборку, тебе придется вытащить все на свет Божий. Тебе придется открыть все комнаты и пустить туда Господа. Когда гости приходят, их обычно пускают туда, куда можно и куда хозяева хотят. Когда ты движешься не в том направлении, тебе говорят, нет, 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 вот туда. Вы знаете, иногда мы так с Иисусом хотим поступать. Иисус приходит, мы говорим, осторожно, осторожно, здесь в прихожей, пожалуйста, не ударься головой, вот здесь перешагни, вот здесь, пожалуйста, вот осторожно. Иисус говорит, давай все это барахло выбросим. Ты говоришь, нет, это же история. Как я могу с этим расстаться? Знаете, иногда люди, приходя в церковь, просят, чтобы за них помолились, но у них даже нет мысли, чтобы с этим расстаться. Потому что, если это у них забрать, как они к себе жалость будут вызывать? Как? А так всегда все вращается вокруг них. Друзья мои, Иисус хочет навести порядок в твоей судьбе, в твоей жизни, в твоем доме. Он хочет разобрать все завалы, открыть все шкафы, вытащить всех скелетов и сказать, послушай, приготовь место для нового. Я вселюсь, отец, сын и Дух Святой возьмут к тебе, да и вселятся. Не в гости придут, а как хозяева. и наведут порядок. Ты хочешь этого? Несколько человек понимают, остальные думают, хорошо бы, но на моих правилах. Нет, Иисус не стал говорить с торговцами и с теми миновщиками. Он не стал спрашивать, на каких условиях мы договоримся. Он взял бич и очистил храм и сказал, это мой дом, это дом молитвы, это место встречи человека с Богом. Смотрите, что говорит Писание Римлянам 12.1. Итак, умоляю вас, братья, сестры, вы тоже здесь, милосердием Божьим. Представьте тела ваши, представьте домы ваши, жизнь вашу в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь Друзья мои, я верю преобразование и изменение в доме начинается отсюда в нашем мышлении. Вот здесь мы начинаем менять наше понимание, наши категории, наше представление о жизни, о господстве Иисуса в нашей судьбе. я желаю каждому из вас серьезно заглянув в свое сердце сказать Иисус войди в каждую комнату я перед тобой не буду ничего скрывать. если Бог говорит придите исповедуйте откройте друзья мои это значит Бог говорит я хочу поменять климат в твоем доме я хочу поменять атмосферу в которой ты находишься кто может создавать атмосферу не гость ее создает хозяин и когда Иисус становится Господом и хозяином моей жизни он наводит порядок когда встречаешься с людьми которые посвятили свою жизнь Богу на сто процентов тебе приятно с ними находиться в их присутствии ты чувствуешь себя комфортно приходит мир приходит ясность понимание а иногда попадаешь в отношения с другими у которых проблема с вертикалью у них проблема и с горизонталью с отношениями поэтому друзья мои Иисус сегодня претендует на всю жил площадь не на уголок не на одну комнату он говорит я хочу быть хозяином всего дома я хочу прославиться в этом доме друзья мои давайте доверим Господу свою жизнь и свою судьбу знайте он наведет порядок и его благословения они наполнят нашу жизнь во имя Иисуса Христа я сегодня обращаюсь каждому из вас может быть ты из той категории людей кто где-то вот знаете на расстоянии от церкви от церкви возле церкви ты вроде бы и понимаешь что Иисус есть Господь но ты не предоставил свою жизнь в жертву живую святую благоугодную Богу в разумное служение ты где-то вроде бы рядом с церковью но у тебя свой меркантильный мир планы желания у тебя свое понимание ты думаешь почему как-то все не срастается вроде Господь я ему открыл сердце а в жизни не все срастается почему потому что Иисус отказывается ходить в гости он говорит либо я сто процентов либо кто-то другой нет ничего общего у света и тьмы у Христа и Виляра демона дьявола нет ничего общего между праведностью и нечестием это не будет уживаться рано или поздно что-то должно вытеснить я желаю каждому из вас чтобы праведность победила чтобы Иисус царствовал в твоем доме во имя Иисуса Христа аминь дай Богу большую славу закрой глаза и посмотри в свое сердце я думаю ты прекрасно знаешь свою жизнь ты знаешь свои позиции свое состояние сегодня время возможно переоценки какого-то анализа своей жизни и может быть пришло время Иисуса запустить самое сокровенное куда ты никого не пускал даже твои родные твоя супруга твой муж они туда никогда не заходили это все покрыто тайной и тебе казалось время лечит все со временем поменяется исцелиться изменится но Иисус говорит тебе в этот воскресный день пусти меня туда пусти меня я наведу порядок я разберусь с этим тебе не надо жить с этим открой сердце открой все потаенные комнаты и скажи Иисус заходи сюда столько лет я это прятал я это скрывала потому что не знала как с этим справиться пришло время Иисуса пустить туда не как в музее не как какие-то исторические памятники Он хочет прийти туда как хозяин и все это очистить поменять в твоей жизни Он Господь Он Хозяин Он Царь Царей и когда Он воцарится в твоей жизни все изменится позволь Ему царствовать позволь Ему навести порядок на всех этажах этажах и в твоем духе и в твоей душе часто мы там так запутались с нашими эмоциями с нашими чувствами и в нашем теле Бог хочет навести порядок в наших мыслях в нашем мышлении позволь Ему это сделать но не как гостю давать совет а слушать или нет мое право а как хозяину и когда Он зайдет Он все поменяет знай это не будет хуже это будет в сто раз лучше потому что Он Господь и Он сказал я знаю намерения о вас которые будут не во зло а во благо Бог знает что тебе нужно сейчас и сегодня не надо Ему диктовать не надо Ему выдавать предписание что где и когда нужно нужно просто Ему сказать Бог это твой дом это твое жилище Господь царствуй не моя воля но твоя пусть будет даже в жизни Иисуса был этот момент когда Он не хотел но Он понимал не я хозяин своей жизни а Он я кому-то сейчас говорю Духом Божьим Бог говорил тебе о твоем призвании даже о миссионерстве но ты не внимал этому ты боялся довериться Ему ты решал сам как устроить жизнь как распорядиться ей тебя страшила неизвестность пугала друг мой запомни если Бог хозяин то в твоем доме все будет хорошо халллюя все будет хорошо он будет господствовать и устроять дом духовный священство святое Иисус пожалуйста царствуй будь хозяином будь владыкой и управляй нашей судьбой мы благодарим тебя господь я благодарю за возможность делиться этим посланием я молюсь чтобы это слово достигло каждого сердца пусть уходя с этого служения каждый будет размышлять над своей жизнью во имя Иисуса Христа Субтитры